Как купить квартиру в Сочи дистанционно? Ну, хотя бы забронировать. Вот сегодня я еду встречать своих клиентов, которые забронировали квартиру в жилом комплексе Адлер. Я как-то ее вам показывал. Вот, по очень хорошей цене, правильно сделали. Сегодня я покажу, где ориентироваться при прилете в аэропорт, где я вас буду встречать. А также мы съездим сегодня в Альпику, заключим договор, как положено. И сегодня съездим, посмотрим, как ведутся работы Дениса. Потому что в этой же квартире люди, клиенты, которые у нас покупают квартиру, будут тоже делать ремонт. И на этой неделе, кстати, два, по-моему, объекта Денис тоже приступает к ремонту. Будем все-все-все вот эти этапы ремонта показывать вам на канале. Потому что покупают квартир людей много, а единицы именно по ремонту, к кому можно обратиться. Поэтому оставайтесь на канале, у нас будет много чего интересного. Надеюсь, мы сегодня еще посмотрим какое-нибудь интересное видео по недвижимости в Сочи. Для тех, кто ездит встречать, не забудьте, что вот эта сторона, это ехать, провожать, а встречать именно вот это. Здесь, кстати, выдается вот такая, ну, наверное, во всех уже аэропортах. Карточка всего 15 минут, ребята, у вас, чтобы выехать, встретить, выехать. Ну, в принципе, достаточно. Вот, потом, если вы просрочили, надо будет платить, платить это не очень удобно. Вот, едем дальше. Ну, сейчас я вам покажу. Где самый простой ориентир, это у нас Олимпийские кольца. Переходите, выходите из аэропорта, переходите дорогу. То есть здесь основная часть, так сказать, встречающих. И вон там, вы видите, впереди Олимпийские кольца. Как раз очень удобный ориентир. Особенно, когда очень немного народу. Вот у нас какое здание вокзала. И вот здесь вот я вас буду всех встречать. Это не Олимпийские кольца. Так, вот эта квартира. Вот, получается, на парковку. Ну, она по-разному планируется. Катерина, наверное, с вами уже там должна проект согласовать. То есть можно и однокомнатную сделать. Ну, в зависимости от того, как вам захочется. Вот такая вот красота. Сейчас поставить машину достаточно проблема в центре. Здесь недалеко была платная стоянка. Подъезжаем, она закрыта. И вот задается вопрос, здесь можно ли парковать машину или нельзя. Вон там стоит знак, вон там дальше, что парковка запрещена. Действие знака обычно у нас до какого-нибудь заезда перекрестка. Здесь получается у нас заезд. Дальше знака нету. Но с той стороны, вон он, там стоит знак, что парковка здесь запрещена. Как быть, не знаю. Вот поставил сюда, посмотрим. Такое ощущение, что все-таки упрут, потому что кто-то, вот видите, стоит на аварийке и так далее. Либо надо сидеть в машине. Ну, вот поэтому я не очень люблю эти центры. Действительно, как вы тут живете? Как вы вообще паркуете машину, если у вас нормальных стоянок нет для центра? Ольпийский квартал. Таким вот образом будет выглядеть вот этот вот дом очередников, который получит свое долгожданное жилье. Вот тому чуваку не повезло, а вот нам-то как раз бог миловал. И дело в том, что подошел сейчас, как раз, смотрю, мы проходили сам собственник машины, а ему сказали, чувак, привет, передавай, туда езжай, пять тысяч с тебя в штраф. Что мы плавно переместились в уют, где Денис делает ремонт. Сейчас будем обсуждать качество ремонта, сроки, которые он будет принимать именно в же кардере. Мы качество, я еще даже запасы беру. Все ровненькие стены, все уже под обои, подрозетники уже поставил. Сейчас мы в течение этой недели сделали здесь ремонт. Да. В конце недели. Попросили меня люди в Красной Поляне сделать им побыстрее. Это ту квартиру, которую мы делаем. Да. Не 20-го числа, а вот сейчас, в выходные. Я всех сорвал туда. Здесь клиенты лояльны, вошел в положение. Ну, что делать? Он просто работает, люди приехали отдыхать, чтобы взаимодействовать в свое жилье. Приходится маленько манерировать. Я хочу увидеть эту квартиру, к концу недели прям прийти, чтобы потолки все работало. На потолки завтра заходят, уже будут направляющие кидать. Все, я делаю. Направляющие, ну, чтобы мне пыль все это убрать. Будут направляющие, все глазки, все. А, обои, да. Обои у нас сейчас маленько подзавесены. Сейчас будем котел, его нужно забрать из устрощика. Он на втором этапе. Я знаю. Но, возможно, придешь, чтобы трубы маленько отведить, поддолбить. И вот здесь обедить, ну, заоделать. И так котел повесим. Трубы, кто будет подключать, неизвестно. Выясняю по телефону все вопросы. Я понял. Котел и после котла мы заходим. Какой у тебя еще один объект? Ты сегодня куда заехал? ЖК Лилия. Лилия. Это, помните, такая... Костинский район, да? Как он правильно? Совхоз Приморский. Приморский. Вот. И там пятиэтажечка с остаточной квартирой с классным видом на море. Там огонь просто. Там выходишь на балкон и просто... А она видовая квартира, да? Она угловая, прям вот именно на море. На море, на море, да. Все вчера заключили в обед договор. Все они уже... Завезли материал. Одни носят, другие уже там уже стены начнуты. Все отлично. Ну, в общем, сейчас будем обсуждать ремонт по качеству. Все посмотрели нормально? Да. Все устраивает, да? Ну и хорошо. Сейчас, правда, здесь света нету. К концу недели посмотрим, как Денис доделает эту квартиру. Я вам ее обязательно. Я вам покажу. Для тех, кому интересно по стоимости недвижимости в данном жилом комплексе, у меня есть вот в этой стороне квартира от инвестора. Точно такая же. 28,5 квадратных метров, которую я сейчас вам показывал. Стоит она 2 миллиона 750 тысяч. Это с учетом уже газового отопления. Статус жилого помещения. Сразу сделка оформляется в Росреестр. Здесь уже 30, наверное, а то и 40 процентов уже делают ремонт. То есть дом-жилой подключены уже коммуникации. Поэтому обращайтесь за подробностями в Личку в Сеомске. Есть вот такая квартира. Я напомню, с выделенным санузлом, с таким вот коридором. Электрику уже разводку сделали. 42 квадратных метра. Ребята, найдите такую дешевле, чем я вообще сейчас вам предложу. 3 миллиона 600 тысяч рублей. Это уже с оплатой за газ. То есть фактически 3-400. Это квартира стоит без доплаты за газ. Что у нас из расчета получается 81 тысяча за квадрат. 81 тысяча. В сданном доме, где уже люди зашли не только на ремонт, но еще и уже начинают проживать. К Атолии, которая вот находится рядом, ценник уже перевалил за 100 тысяч. Рядом также есть жилой комплекс династии. Я вам его тоже показывал. Тоже ценник выше 100 тысяч за квадрат. Ребята, таких цен не будет. Это равнина. Здесь есть парковка. Здесь не так близко к дороге, которая проходит улица Мира. Здесь достаточно тихо, спокойно, классно и невысокий этаж, как многие любят. Поэтому квартира от инвестора еще вас ждет. Обращайтесь тоже по телефону, которого вы прекрасно знаете. Еще вам покажу, что есть здесь балкон. То есть вот вам балкончик. Достаточно неплохая квартира. С видом на гору получается. Вот видите, тоже Денис сделал уже готовую квартиру, которая у себя осталась. Также потолки, но как у Алексея. Тоже светочные частичные подключили. Дверь поставили. Ну, ты тоже кафель. Все ровненько на полу. А здесь вот ламинат, а не плепка, видите. Котел вот уже стоит здесь. Фарту уже все выложено. Ну, здесь мы в жилой комплекс Адлер для того, чтобы переписать все счетчики, потому что скоро зайдет Денис сюда на ремонт. Как вы видите, продолжают, так сказать, наши строители укладывать брусчатку. Очень-очень все преображается хорошо. Еще специально, видите, раскидывают цемент, чтобы он впитался. Так что буквально день-два, я думаю, и доделают уже въезд. Мы обратно будем ставить машину к себе на стоянку. В общем, ребят, потихонечку сейчас все эти вопросы порешаем. И будем также следить за ремонтом этой квартиры. Так, ну что, с квартирой мы разобрались, с ремонтом тоже. Теперь мы едем в отель. Какой у вас отель? Пархатные сезоны. Пархатные сезоны, да, в Амеретинку. И по дороге давайте спросим у наших покупателей, почему именно Адлер? Вот, Татьяна, Олег, скажите свое мнение. Многим интересно будет. Олег, твое какое мнение? Почему ты согласилась или не согласилась? Ну, я прислушался к мнению своей супруги, потому что она очень долго рассматривала все варианты, изучала расположение, место, логистика, чтобы все-таки это было все удобно, доступно. Магазины, школы, детский сад, море в шаговой доступности. Соответственно, именно море, то, которое именно нам нравится, чтобы это был чистый пляж, чистая прозрачная вода. Потом этот район нам уже знаком, поэтому все-таки мы отдали приоритет именно этому району, этому месту. Татьяна, что вы смотрели? Вот вы же активная подписчица, я так понимаю, многих блогеров. Первый раз мы были, да, на отдыхе в Амеретинской низменности. Конечно, нас подкупили все олимпийские объекты и рассматривали мы Веселое, Пленово, Амеретинскую низменность. Но потом еще стали рассматривать и Адлер сам. И именно остановились, почему на ЖК Адлер, потому что мы решили, что квартира сейчас, это наша первая квартира. Может быть, мы будем в ней жить постоянно, может быть, мы ее только для отдыха будем использовать, а может, мы ее потом продадим и будем расширяться. Соответственно, уже не только свои потребности мы стали учитывать, но и думать, чтобы она была универсальной для дальнейшей продажи. И ремонт будет такой же универсальный? Да, соответственно, ремонт будет такой, потому что на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то будет ремонт этот тратиться, кому-то не будет тратиться, поэтому не будем. Излишисты, короче, я понял, слишком дорогой тоже нет смысла. Да, просто хороший, качественный, но в доступной цене. Какие из жилых комплексов были у вас прямо на этапе выбора, я имею в виду, между Адлером? Ну что еще смотрели, может быть, на что-то обратили внимание? Если мы долго смотрели, то мы рассматривали ежика фортепиано. И мы рассматривали в последнее даже, я смотрела фрукты, но мне это не нравится, что это стройка. И плюс это будет достаточно, хоть это и комплексная застройка, но, честно говоря, вот эта плотность все равно это будет ощущаться. И мы, наоборот, уходим от того, чтобы такой вот именно большой дислокации. Чтобы полотника такого не было. Да, и именно вот так вот, чтобы по-серьезному. И плюс еще оптимальный нам нужен был вариант относительно коммуникаций. Мы уходили от газа в отказу, соответственно, континент мы не рассматривали. Континент нам не нравится по планировкам. И зелени меньше в континенте, чем, например, в Адлере, в ЖК Адлер. Ну да, потому что континент был построен на месте таких баз, которых там полно, соответственно, зелени там, к сожалению, нет. Хотя комплекс очень хороший. Вот видите, как, ребят, вы можете видеть, насколько может отпугнуть какой-то из комплексов элементарно, что там нет центрального отопления, чтобы там была именно котельная, а не газ. Не всегда покупатель выбирает именно газовый котел, хотя это практичнее и дешевле. Но, тем не менее. Ну да, то, что это все официально, во-первых, все по счетчикам. Да, это удобно. Вы ехали, и вы не переживаете. То есть многие будут выбирать этот комплекс и для сдачи в аренду, не переживают, что там газовый котел, который надо обслуживать. И, соответственно, через какой-то период времени его еще и менять за свой счет, естественно. Здесь как-то все будет попроще. Ну, в общем, в двух словах. Спасибо вам за, так сказать, ваш отзыв, да, потому что для будущих покупателей это важно. Принятие решения. Ну и желаем вам удачи в вашей новой квартире. Если позволите, мы будем показывать этапы отделочных работ. Да, нам тоже было интересно. Если вам будет это, да, если вы разрешите, вот. Мы с удовольствием будем показывать. Так что с вашей квартирой, так сказать, мы еще продолжим работу. Можно добавить пару раз? Да, конечно. Спасибо большое Елисею за его подробное видео о ЖК Адлер, потому что это даже одной из такой уже точкой было в принятии нашего решения, потому что обзоры довольно часто были. Информация поступала достаточно, чтобы даже то, что сроки немножко затягиваются, но то, что люди уже живут, делают ремонты, это нас убедило в том, что мы можем выбирать этот объект. Ну, сама компания Альпика, вы уже тоже знакомы, мы сегодня были с вами в центральном офисе, вы видели, какие у них масштабные проекты, что компания вместе с администрацией строит социальное жилье. Это определенный уровень, которому и я в том числе, как сам покупатель, как сам жилец доверился, безусловно, тут компания, как бы, это ее репутация, она, конечно, по каким-то моментам пытается найти консенсус с администрацией, и поэтому тут уже дом на предсдаче и очень хорошая цена. Так что, ребят, когда я вам говорю, хорошая цена, обращайте внимание, как вот наши покупатели, они сделали правильный выбор. Принимать быстрые решения. Да, быстро забронировали, все достаточно нормально, пошли на хорошие условия, чтобы подождать, пока откроется город, и вот в это время как раз заодно и отдохнете, заодно и посмотрите какие-то отделочные материалы, все в одном у вас получится, так что я думаю, что будет у вас все хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам. Вот она, бархатные сезоны, русский дом, наша любовь, откуда у нас началось желание переехать, любовь к этому городу, переехать именно в город Сочи. Вот такой вот сегодняшний денечек, дамы и господа, ставьте, пожалуйста, свой комментарий, что вы думаете по поводу нашего жилого комплекса Адлер, нравится ли он вам, и поспешите, те, кто еще думает, потому что буквально скоро, уже мне сказали, скоро-скоро, может быть, неделя, может быть, две. И поднимется цена, потому что идет все ближе к регистрации, поэтому по нормальным ценам еще есть предложения, которые строились ранее. Сейчас новостройки, ценники уже поднимают гораздо выше. Всем хорошего настроения, всех вам благ, всем пока.